В Тульской области есть управляющие компании, которые работают добросовестно, учитывая известные всем проблемы сферы ЖКХ. Заголовок и вправду звучит как сенсация. Впрочем, оставим иронию, рейтинг УК, похоже, оказался весьма рабочим инструментом для наведения порядка в сфере ЖКХ. Пример в сюжете Виталия Маторина. Вот видите, какие стены все обшарканные? Все отвалились, все хребок съел, черные, грязные. Здесь вот все исписанные. Типичные стены рядового подъезда, вполне привычного для Тульской области дома. Год постройки 68-й, ничего другого увидеть мы и не ожидали. Родные одного из жильцов подъезда, ветерана Великой Отечественной, которым надоело мириться с царящей разрухой, обратились с просьбой о помощи к главе региона Алексею Дюмину. И не успел тот дать соответствующие поручения, работа закипела. Нас сменили инженерную систему холодного водоснажения. Сегодня смотрю, делают крышу, да, что-то, какое-то движение пошло. Я надеюсь, что все это будет и в дальнейшем может быть хорошо. Мы надеемся. Секрет хороших отношений с жильцами оказался прост. УК признает проблемы, порог в плохом состоянии. Ну да, это так. Что может, делает. Стояки, к примеру, больше никого не затопят. Поставили новые. А главное, не обещает невозможного. На подъезд в этом году сказали честно. Денег нет, но в следующем сделают. Есть еще одна проблема. То есть мы ее в ближайшее время устраним. Там участок розлива под первым подъездом требует замены. Будет заменен. Дом действительно проблемный. Денег сюда очень много нужно вложить. Стараемся эти проблемы решать. Ничего сверхъестественного в общем и не потребовалось. Встретились с жителями. Узнали, что нужнее всего сейчас кровля. И начали делать не фасад и не проводку, а именно кровлю. И вот она, недостижимая для многих, пятая строчка в рейтинге ЖКХ, который уже начал существенно мотивировать к действию управляющей компании. Рейтинг, безусловно, сработал, продолжает работать. В качестве мотивации положение в рейтинге управляющей компании работает достаточно хорошо. Подавляющее большинство, безусловно, старается работать лучше. Плюс ко всему в жилищной инспекции отмечают резкое снижение количества жалоб на ЖКХ по всей Тульской области. Впрочем, добавляют это, конечно, не потому, что как-то вдруг улучшилось качество жилого фонда. Просто управляющие компании стали, наконец, сами выходить и работать с населением. А это неплохая тенденция. Постучим по дереву, чтобы не сглазить. Виталий Моторин, Олег Антонов и Алексей Моисеев. Вести Тула.